Здравствуйте, друзья! У нас в офисе Светланы Кафф. Уже, наверное, второй раз, третий раз мы беседуем. И я хочу сказать, что ребятам спасибо за теплый прием, вопросы хорошие. И мы на самом деле так сегодня просто пошли покушать, а заодно уже, думаем, раз встретились, надо что-нибудь записать для наших зрителей. Поэтому я думаю вот что. Знаете, что всех волнует? Волнует, например, не отменят ли лотерею грин-карт? Вот 1 октября в розыгрыше, и все спрашивают, не отменят ли? Похоже, что не отменят. Так что, пожалуйста, заполняйте документы на лотерею. Каждый год кто-то выигрывает, поэтому это самый дешевый или, можно так сказать, бесплатный путь попасть в Америку. Поэтому, пожалуйста, заполняйте документы, и мы будем надеяться, что эта программа будет продлена каждый год. Ну, просто хотели, два года назад ее хотели закрыть. Помните, какая реформа готовилась? Речь была о том, что ее закроют. И вот с тех пор народ переживает. А до этого, я вам скажу, в палате представителей, там, пять раз подряд, значит, они голосовали за то, чтобы ее отменить, а в Сенате, значит, это не проходило. Поэтому лотерея как-то все время была объектом такого, ну, торга, что ли. Мы вам лотерею, а вы нам там рабочих виз побольше. Пока что лотерея продолжается, и было время, когда некоторые страны не принимали участие в этой лотерее. Поэтому нужно, как говорится по-английски, take advantage, то есть нужно пользоваться случаем, когда программа, да, открыта, и подавать документы, причем от каждого взрослого члена семьи можно подавать свою заявку. И бывают случаи, когда оба человека выигрывают. То есть каждый год обязательно кто-то выигрывает. То есть это лучше, чем лотерея, скажем, денежная лотерея. Поэтому заполнять заявки нужно. Потрясающий случай, когда, допустим, он и она, он выигрывает в лотерею, не успевает включить ее, но они все равно расписываются, он уезжает, и через год она выигрывает. Вот такое есть. А есть такое, что там выигрывает одна сестра, потом в следующий год выигрывает другая сестра, потом выигрывает третья сестра. То есть просто такое ощущение, что это где-то на небесах решается. Я хочу сказать, что лотерея, я вам такой дам маленький тип, такую подсказку, секрет, можно сказать, что лотерея – это очень хорошее дело, и если кто-то планирует получить визу в Америку, то не нужно указывать, что вы участвуете в лотереи. Это не считается обманом, и это не указывается как подача на грин-карту, как попытка получить грин-карту. Как наличие иммиграционных намерений. Правильно. И есть вопросы в анкете на визу, подавали ли вы или кто-то подавал ли на вас когда-то заявление на переезд в Америку. Ответ будет «нет», и он будет правильным. Потому что лотерея не считается намерением переехать в Америку. Это просто лотерея. Поэтому спокойно можно играть. А то говорят, что идешь когда к консулу, там визу получать, и у него там видно, что ты подавал или не подавал. Не должно быть видно. Лотерея не должна нигде высвечиваться, и это абсолютно точно. Я адвокат с лицензией, и вам четко и правдиво говорю, что нет необходимости указывать розыгрыш в лотерее, как планы переехать в Америку. Ну что же, это отлично. Потому что есть много на эту тему разговоров. Вот правда, что, когда происходит розыгрыш лотереи, вот как был сейчас, 5 мая, сразу после этого, значит, ну я могу сказать, что у блогеров снижается количество просмотров. Это я недавно как раз видео на это что-то делал. А правда ли, что у миграционных адвокатов наоборот возникает, значит, там дополнительный наплыв заинтересованных, поскольку лотерея не пролетели и начинают искать там дальше пути? У нас мы видим такую тенденцию людей консультироваться прямо перед результатами лотереи, чтобы узнать, что делать на случай, если люди проиграют. И это правда, что у нас небольшой затишье обычно во время октября-ноября месяца, или во время того, даже когда люди подаются просто на лотерею, и во время тех месяцев, когда люди узнают результаты. А потом, когда только узнают о том, что не прошли, тогда начинается наплыв людей, интерес в основном подавать на статус беженца. Окей, то есть тоже есть какая-то сезонность, получается, связанная. То есть лотерея влияет на сезонность? Да, но я всех всегда подталкиваю и объясняю, что очень важно играть в лотерею, потому что это самый простой путь попасть в Америку. Продолжение следует...